В Северном Казахстане активно вакцинируются и люди старше 60 лет. 23 тысячи пенсионеров прошли полный курс иммунизации. Гражданскую позицию проявляют представители Совета ветеранов Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. Там оба компонента антигена получили 900 человек. Смотрим сюжет. Владимир и Татьяна Пушкаревы вакцину от COVID-19 получили в августе прошлого года. В качестве антигена выбрали российский спутник ВИ. Осложнений ни у кого не было. Супруги считают, что каждый должен заботиться о своем здоровье, а самое главное – соблюдать все меры безопасности. Сегодня они проходят ревакцинацию. Первые две привычки перенес безболезненно, даже не ощущал ничего. Поэтому я бы советовал всем ревакцинироваться, чтобы не болеть. Последнюю вакцину мы ставили 6 августа. Сын нормально перенес. Он работает у нас за станком. Их тоже на предприятии вакцинировали. Все хорошо. Бустерную дозу антигена получают представители Совета ветеранов Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. Это более 2,5 тысяч человек. Сейчас люди преклонного возраста заполняют анкету и проходят медицинское свидетельство не у терапевта. Если у пациента со здоровьем все хорошо, его отправляют на ревакцинацию. Сегодня ее проходит порядка 20 человек. Здесь уже они четвертый раз организовывают прием вакцины. Пришли активисты и сегодня у них ревакцинация. Уже третий компонент принимают люди. И мы очень рады, городской совет ветеранов, что такая активность у железнодорожников. Это чисто такая организация, которая привыкла работать дисциплинированно во всех отношениях. И они одними из первых в нашем городском совете ветеранов откликнулись на призыв. В областном центре проживают почти 44 тысячи пенсионеров. Из них 51% получили оба компонента антиковидного препарата. Алишер Ашимов, Михаил Казначеев. Итоги дня.